Предсказать его появление невозможно, но уменьшить риск достаточно просто. 29 октября отмечено в календаре как Всемирный день борьбы с инсультом. Эта дата призвана обратить внимание на одну из ведущих причин инвалидности и смертности. Как предостеречь себя от заболевания и какова жизнь после перенесенного удара? Ответы на эти вопросы в сюжете Луизы и Геозарян. Я стал вставать и не мог встать. Левая сторона полностью не работает. Внезапный приступ произошел во время сна. Далее скорая, две недели в реанимации, еще две в реабилитационном центре. Вернуться к прежней полноценной жизни Сергей Сычук, к сожалению, уже не может. Сейчас мужчина уверен, инсульт можно было предотвратить. Давление было всегда, уже после 50. Я просто не обращался, я к врачу не обращался. Я 53 года вот только обратился к врачу, у меня даже карты не было в клинике. Себя не бережем. Все, конечно, накопилось. Надо было, конечно, лечиться, может быть, и обращаться. Но как-то не до этого, работаю. Из-за болезни пришлось отказаться не только от работы, но и от любимых увлечений – рыбалки и походов за грибами. Вместо этого – короткие, но регулярные прогулки и визиты к неврологу. Быть под постоянным наблюдением – важно, чтобы избежать повторного удара. Понятное дело, что катастрофа сосудистая уже произошла. Мы это никак не вернем назад. Мы смотрим на динамику. Больные, которые передвигаются самостоятельно на ногах, на своих, мы им рекомендуем пешие прогулки, дозированная ходьба, так называемая. Ежедневная, независимо от погоды. Потому что доступ к кислороду – это очень важно. Массаж, физиотерапию, если нет противопоказаний к проведению лечения электрическим током. Основные причины, которые приводят к инсульту – повышенное давление, высокий уровень холестерина и сахара в крови. Эти показатели всегда надо держать под контролем. Важную роль играет диспансеризация. Иногда инсульт проходит бессимптомно. Выявить его может только МРТ или неврологический осмотр. Самый молодой инсульт, что был в моей практике, это было 25 лет. Это было 25 лет, молодая девушка, у которой были приступы по типу мигренозных. Вот, потеря зрения и так далее. То есть, казалось бы, типичная мигрень. Мы ей сделали котель головного мозга, где был обнаружен очаг ишемического инсульта. Инсульт молодеет, но статистика заболевания по сравнению с прошлым годом остается на прежнем уровне. За 9 месяцев этого года в сосудистом центре Люберец вылечили более 1200 пациентов с таким диагнозом. В настоящее время в поликлиниках округа состоят на учёте 230 человек, которые перенесли инсульт.